Роман Щелоков – человек легкий на подъем. И это совсем не удивительно. Работа связана с обходом довольно большой территории. Сам мужчина уверен, случайных людей в лесном деле нет. Кстати, о лесе Роман грезил с детства. Поэтому, когда пришло время выбирать будущую профессию, сомнений не было. Сначала я пошел, мне казалось, ну лес, ну что там сложно. Но дальше больше, участие уже начало учиться в техникуме, уже понял, что лес – это целая наука. Что не просто так, а что лес надо понимать и знать. Мы сами являемся частью природы. И если мы, как говорится, не будем ее сохранять, приумножать, просто нам потом нечего будет и внукам оставить. Работа в лесничестве – это тяжелый труд. Она занимает много сил и времени. И не каждый выдержит такую нагрузку и ответственность. Вот где у нас пересечение произошло, шнурков, вот здесь. Значит, в этом квартале, в 74-м квартале, вот он выделил здесь дын. И уже сюда едем. Отправляем пожарный автомобиль, трактор. Охрана и защита леса от очагов возгорания, самовольных порубов и даже от появления вредных насекомых. Но это еще не все. Воспроизводство и приумножение лесного фонда тоже лежит на плечах лесников. Так, в прошлом году в Урковском лесопитомнике появилась теплица для выращивания сосен. Этот род хвойных выбрали не случайно. Сосна менее прихотливая, чем ель. Ель более прихотливая. У нее есть семян в схожести, как похуже под паспорт. У сосны первого класса от 90 до 100 процентов, а у ели она от 80 до 100 идет. Вот. И она более как тенелюбивая ель, что ей лишнее. Свет тоже может пагубно сказаться. Однако, чтобы каждая партия сеянцев сосны прижилась, нужно приложить немало усилий. На всех этапах роста за маленькими деревьями следят, поддерживают и подлечивают. Вносим их тоже мы не просто так. Мы берем, делаем торфяную выжимку. И эту выжимку замеряем уже показатели такие, как PH почвы и электропроводность почвы, соленость почвы. Так, благодаря вылковскому лесопитомнику и стараниям тех, кто действительно влюблен в свою профессию, в Тюменцевском, Павловском, Угловском, Новичихинском и Завьяловском районах уже растут новые хвойные. Процесс отлажен и потихоньку набирает неплохие темпы. А это значит, что в следующем году деревьев станет только больше. Мария Костолева, Андрей Печоркин, День с толком.